Это было 16 августа, совсем недавно, собственно, 8 дней меньше, неделю назад считайте, 22 года, где это была его приветственная речь, выступление на 10-й московской международной конференции, посвященной вопросам национальной безопасности мировой, и называлась еще там как бы «Армия-22». Кстати, там произошел у них полный провал по продаже своего вооружения, там только на 900 миллионов они продали, а в прошлом году на 20 миллиардов, то есть это вообще там два контракта, кажется, было заключено. То есть это, и то, видно, сами их и профинансировали каким-нибудь там этим самым африканским в паре или что-то какое-нибудь, или в Бирме оружие и так далее. То есть фактически это, ну было 35 государств, 25 лидеров государств или руководителя государства или министр обороны присутствовали оффлайн, то есть физически, а 10 были в онлайне. Это большое, 700 делегатов было, то есть это большая была, мощное такое мероприятие союзников Московии. Ну вот давайте теперь проанализируем, что он сказал, то есть и отсюда попробуем тогда понять, что будет в Украине, ну как я представляю. Потому что это самое главное для паристичных миллионов украинцев, ну вдумайтесь, да, 15 миллионов бросили места своего проживания, многие из них просто его потеряли, все потеряли, то есть все, чтобы они жили в спокойной реальности, у них этого не стало. Ну один Мариуполь, 500 тысяч где-то человек было, представляете, вокруг Мариуполя, Лисичанск, этот самый, Северодонецк, Рубежная, Попасная, Кременная, ну это вообще, то есть сотни тысяч, сотни тысяч людей, все, у них ничего нету, они все бросили, они и бежали. Бежали, ну и понятно, что уже туда в ближайшее время нет смысла возвращаться, там нечего делать, там просто нечего, это руины, это абсолютные руины, там будут дети подземелья, там жить будут, всегда, люди даже в концлагерях выживают, в тюрьмах, в карцерах выживают. Вот смотрите, посадили он на зону того же лидера России, был мощнейшая фигура, это тот же Наваль, ну и все, не отравили новичком, в трусы налили, так гноят теперь его на зоне Владимирской, там области, люди. Вот и все, сейчас захватили бывшего, вдумайтесь, мэра Екатеринбурга, Ройзмана, если не ошибаюсь, очень умный дядька такой, нормальный и все, ну ему говорили, что его захватят, что его арестуют. Вот сегодня обыски прошли, пять лет тюрьмы ему для начала, ну а потом Овсяникову тоже как разлюбили, все говорили, что она агентка, не агентка, ну ее тоже по полной программе сейчас будут уже запаковать и так далее. То есть не жалеют там никого, то есть практически никто там выстоять не может, поэтому вот то, что сейчас заявлял Зеленский, что им надо не выдавать визы, пусть они там сидят, поднимают восстание, то, что сейчас Литва, Латвия, Эстония делают, не выдав Финляндии, не выдавать им ничего, тут надо очень серьезно еще подумать, очень серьезно подумать, потому что это трагедия, это реальная трагедия. Сегодня Российская Федерация это концлагерь, реальный страшный концлагерь, поэтому, конечно, с одной стороны выдавать как таковые развлекательные визы, для того, чтобы они вот это вот со своими буквами З там улазили и прочую гадость сделали, конечно нельзя, но надо тогда сделать другой механизм. Надо начинать работать для того, чтобы оппоненты режима могли создать свое национально-фронтовое движение. Корпус должен быть создан и политический, и финансовый, и экономический, и идеологический, и вооруженный, силовой. Вот о чем надо делать, вот о чем сегодня надо говорить. А как вы хотите это сделать? Значит, он должен создаваться в странах, которые граничат с Российской Федерацией. Там надо создавать вот этот антипутинский, антикремлевский фронт, или российский фронт освобождения, я не знаю, или российская армия освобождения, РАА как было и так далее. Вот, но что-то, то есть нельзя людей там оставлять в этой кларке, в этой тюрьме, в этой пропасти, потому что иначе не надо деньги давать, а как вы хотели. Надо ресурсы давать, надо объединять тех олигархов, которые против Путина выступили сейчас. То есть надо формировать центр сопротивления, и этот центр сопротивления должен находиться в этих приграничных европейских странах, потому что они будут следующие, на них будет нападение. И вот теперь я объясню почему. Смотрите, итак берем путинскую речь. Что он сказал? Очень важно. Он сказал, что пришло время многополярного устройства мира. Что страны хотят избирать свой путь. Что западная глобалистская мировая элита порождает хаос и не дает устранить свою гегемонию. Гегемонию. Новый такой. Когда-то его использовал всегда коммунистический Китай, гегемонисты. Сегодня это Путин взял эту дефиницию на вооружение. Дальше. США и их вассалы заставляют страны подчиниться, быть их доминионами. Паразитируют на всех странах. То есть США. То есть смотрите. Первое. Что надо сломать существующий монопорядок. Раз. Надо перейти к многополярному миру. Два. Кто главный враг? Кто главный бенефициар? Он их называет. США. И их вассалы. Они держат гегемонию. Они создали золотой вариант. Этот миллиард. Они главные враги. И Россия это главная сила вместе с Китаем, которая этому золотому миллиарду должна противостоять и проводить линию на уничтожение и гегемонии и монополярного мира. Вдумайтесь, что это его последний. Он говорит, кто главный враг всех стран, которые хотят идти по своим путем демократии. Ну это Куба, Северная Корея, Венесуэла, Бирма. Кто там еще? Ну коммунистический Китай и так далее. Там Иран террористический. Там этот самый Эритрея. Бурунди там. Центральная Африканская Республика. Чад и прочие, прочие, прочие. Это все диктаторские. Ну Беларусь само собой. Туркмения, например. Таджикистан. Это все диктаторские государства. Вот это у Путина, это демократические государства, которым Запад мешает идти своим путем. Вдумайтесь. То есть это в голове совершенно больная, так сказать, ментальная установка. И ментальное полагание. То есть полностью деформирована причинно-следственные связи. Неправильные причинно-следственные связи. Дальше что он говорит? Смотрите, что Россия, помните я вам говорил, в декабре 21 года предложила Западу коллективному из штабов, прежде всего, как выстроить систему без... Вы помните? То есть фактически приклопнуть, уничтожить Украину, чтобы Запад ее сдал. То есть мирным путем было предложено уничтожить Украину, передать ее под мандат Российской Федерации. И в связи с этим было принято решение, поскольку сделали Украину нацистской, как он тут в этой речи говорит. Они приняли решение в соответствии с уставом ООН. Вдумайтесь, что этот ублюдок говорит, начать спецоперацию против Украины. То есть войну, вторую фазу войны начать. Кто виноват в этом, что там затянулся конфликт, то есть что они не уничтожили Украину, не захватили, как он планировал, за трое суток ее? Это США, виноваты, с игвасалами. Они затягивают конфликт. И они не только затягивают в Украине конфликт, но они так обнаглели, что они дестабилизируют Тихоокеанский регион. И начали дестабилизировать коммунистический Китай с помощью Тайваня. И вот здесь это они делают хаотизацию. И это наглядная демонстрация, отлечь вот эти накачивания Украины оружием, затягивание конфликта против типа, чтобы Россия не могла сожрать Украину. Это все отвлечение от своих проблем, так же как визит Пелоси был на Тайвань. И вот тогда он говорит, что Россия и Китай должны объединиться как лидеры против этих глобалистов и добиваться многополярного мира, уничтожая монополярный мир, который обречен и который несет хаос. И надо, чтобы все страны были на равных условиях, слышите? То есть это значит, чтобы диктаторы правили миром, чтобы все страны концлагеря, тюрем, чтобы они стали ведущими, а свободу демократии похерите, чтобы ее вообще не было. Вот. И это называется справедливые у Путина отношения. Ну и что важно, он сказал, что они будут защищать всех своих союзников, партнеров и единомышленников. То есть это главная защита союзников. Вот давайте из этого и сходить. Так, что он сделает? То есть Путину уже неинтересна Украина. Уже он понял, что его окружение, там патрушки, ну все которые, вы знаете, не буду называть, там ежетеневое ядро. Ковальчук там и прочим. Они четко определились, что находясь в Украине, у них сжаты, они как это, их затисли, в лищата взяли, что они не могут рухать, что они, ну, вибачьте, они уже втратили, тільки, уже как фрагментировано, минимум 50 тысяч осіб. Если на каждого фрагментированного додавали, сколько было поранених, это минимум 4, значит, они уже, их втраты, тільки російських військовых подразделов, складывают минимум 200 тысяч. А додайте до цього приватні військові компанії, тут же Вагнер, там ще кілька інших є. Додайте, что полностью гарматное мясо Лугандонии, винищено практически, вы подивите, даже в Донецке уже нема води, то в черзе за водой стоять только женщины. Только женщины стоят. Человеков уже там нема. Подивите, это очень символично. Это означает, что уже большую часть перебили, а те, что остались, они сидят там десь в разных сховищах, бункерах, підвалах, и уже не, там десь в льохах, ось, и на горищах, и уже навіть не высовываются, бо их уже всех нема, их хапают и сразу отправляют туда, на эту мясорубку, где они перемолюются, и там виходит в життя, как говорят, такая фрагментарная масса у виглядя двухсотых, ну або залишки в трехсотых. К тому втраты ще більшится, минимум 300 тысяч. Причем это, 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 и это к критической точке подходит. То есть уже дальше это уже начинает, Путин не может дальше идти, потому что это приведет к какому-то уже взрыву. То есть весь уже, вся биомасса уже выбрана, а идти на, как говорят, ну вот он должен, как ему Дугин, там Малафеев, это шобла все имперское говорит, идти надо на общую мобилизацию, но он же понимает, что никакого русского мира у них нет, это брехня. Никакой московской патриархата целостного нет, этого гундяева япончика нету, понимаете? Он же, его ж не зря Бог показал на святой воде его, как пятую точку ему подкинуло, это ж не просто так все. Плюс то, что он не смог поехать там на освящение в Смоленскую область и так далее. Да и где он сейчас, его ж тоже не видно. То есть ситуация в московской церкви тяжелейшая. Вот. И в связи с этим, конечно же, им нечем крыть. Тогда надо формировать национальные подразделения, как этих башкиров, татар. Попробуйте татар, да, пусть в Татарстан придут с полной мобилизацией, там или в другие там республики. Или уже эти буряты и то там уже боевые буряты уже прячутся, там начали прятаться, потому что у них там же страшно творится. То есть мобилизацию делать в Москве не, ну, тотальную, невозможно. Это фактически развал, быстрый развал Российской Федерации. Ну, короче, они все это уже просчитали и они понимают. Плюс финансо-экономическая катастрофа там, ну там вообще. То есть к зиме там будут просто войс стоять. Тогда что они должны делать? Что он должен делать? Вот Гавриле, он сейчас нанесет, да, вот ему этот, вот эти партия войны, этих кликуш ненормальных. Они ему предлагали, давай наносить тактический ядерный удар. Но они просчитали быстренько все в этих своих штучном интеллекте, системах, статических комнатах и так далее. И у них вышел результат, что этот удар приведет только к тому, что война перенесется сразу на российскую и белорусскую территорию. Что тогда надо делать? Что надо делать? Надо делать то, что сказал Эрдоган. И сейчас Эрдоган опять сказал, что на крымской платформе, что мы за суверенитет Украины и Крым надо вернуть Украину. Ну, понятно, почему надо вернуть, потому что они сейчас татарам, которые в Крыму живут, автоматически дают турецкое гражданство. Ну, это у них свои цели на Крым. Ну, то ладно. Как говорит Сахлен, редьки не слаще было. Московия станет Турция, Османская империя. Но, что важно, что Эрдоган высказал коллективное западное мнение, и Шольц, и другие, и тот же Макрон, они все перепугались уже. Они понимают, что если Украина выходит с войны, то тогда война придет к кому? В Германии, Франции, Польше, ну и прочим-прочим. Плюс к США. Вот, что они поняли. И Путин уже определился, что надо вырываться с этих клещей, с этого, где его тут молотом на наковальне все время плющат, с Украины. Потому что тут нечего собирать. Задачу он уже выполнил, все какие ставились. Денационализация. Азов захвачен. Сейчас его будут судить, убивать, уничтожать. Его уже убивают. Сотнями их, ребят этих, уничтожают. И вот Еленовка вам пожал, Еленовка это, пожалуйста вам. А демилитаризация, да, украинского оружия ж нет, все западное. Если забрать западное оружие, то украинская армия будет безоружна. А разрушил народно-хозяйственный комплекс. Умиротворил, да, умиротворил. Где-то на паладину. Страна в состоянии дефолта, да. Страна в состоянии дефолта. Страна может самообеспечивать себя? Нет, не может пока обеспечивать себя. То есть все задачи, которые ставились этой так называемой спецоперацией, текущие выполнены. Мариуполь захвачен. Луганская область захвачена. Захвачена. Увеличен захват Донецкого, да. Что теперь надо делать? Поскольку удержать все невозможно. Главный враг это вот запад. То надо развязать себе руки.